Здравствуйте, уважаемые книголюбы! Скорее телезрители! Ну, это уже да, у нас обычное такое вступление. Студия Олег Пека. И Михаил Губин. И действительно, мы за всё время существования программы «Переплёт» мне кажется, ещё не затрагивали такую тему литературы как сценарий для популярных телевизионных шоу, юмористических шоу, таким, как самым, пожалуй, популярным является КВН. И сегодня мы как раз-таки на эту тему поговорим. Вы можете тоже принимать участие в разговоре. Пожалуйста, пишите, задавайте свои вопросы нашим гостям в видеочате. И можете звонить в прямой эфир 6-7-212-93-9 и 6-7-213-93-9. В видеочате на сайте mixnews.lv. ЛВ, естественно. Сегодня у нас в гостях директор Лиги Рига, чемпионата Европы КВН Александр Сулимов. Добрый день. Добрый день. И у нас Павел Демченко и Александр Гелюх, редакторы «Одесских мансов». Здравствуйте. Добрый. Добрый вам тоже. Здрасте. Здрасте. Вот такой вопрос. Как всегда надо говорить? Одесса или Одесса? Смотря с какой суммой вы приехали к нам в Одессу. Вообще правильно Одесса. Но чего-то такое. С фразой «Одесса» у вас ничего с нашими южными девушками не получится. Почему упорно хочется там твёрдое произносить? Но это вам. Только вам. Но вообще это закрытый слог. Много просто европейских слов переведённых читаются так. Но вообще правильно Одесса. Помягче. Это же мягкие. Мы же не говорим «Рига». Мы говорим «Рига». Мягко. Всё. Хорошие города должны звучать мягко. Да. Замечательно. Фраза «Хорошие города должны звучать мягко». Мы запомним. Давайте, может быть, начнём с новостного информационного повода. Поскольку я понимаю, что то, что в ближайшее время произойдёт, это можно назвать таким апохальным историческим событием. Это объединённый сезон чемпионата Европы Лига Рига и Западноевропейской Лиги КВН. То есть это объединение всех команд, которые играют в Европе. Да. По сути дела, в этом году такой, скажем, пробный шар. Но пока выглядит, что всё должно получиться, потому что сезон уже начался. И действительно, мы попытаемся объединить весь европейский КВН. Потому что и до этого в Лигу Рига приезжали играть команды из Германии, из Франции, из Великобритании, из Чехии. Ну, очень разные были команды. Но сейчас мы действительно… Это были какие-то всё равно точечные отдельные случаи, сборные каких-то стран. Сейчас мы постараемся действительно вот всех ребят, которые на территории Евросоюза играют, собрать в этот наш объединённый чемпионат. А географически, как далеко в Европе на Запад продвигается КВН? До Португалии дошёл, скажешь? В Португалии есть какая-то… Ну, по крайней мере, когда-то даже на «Голосящем Кивине» выступала команда сборная Португалии в составе двух человек. Спели замечательную песню на мотив Максима Леонидова. По-моему, там была то ли «Девочка», то ли «Видение», да, у них была песня. Вот. Ну, сейчас в Испании, насколько я знаю, в Каталонии вот «Лигу» сделали какую-то, КВН, правда, пока мы там с ними не знакомы. Вот «Западноевропейская Лига», это, ну, скажем так, она в Германии базировалась всегда, ну, и продолжает базироваться, то есть это, наверное, наиболее сильно развитая в Европе, кроме нас, Лига, поэтому мы их и выбрали как, скажем так, Лигу, с которой нужно объединиться, чтобы всех остальных проще было присоединить. Вот. Из Англии команда я знаком. Ливеркуль, Каня, точка, наверное, мы считаем. В Англии, да, есть. Ну да, Германия, Англия, там, где много больше русскоязычных запретилов. А вообще не образуют ли бывшие рижане, которые живут в Англии, ну, то есть вот какие-то общины не... Ну, в Англии, да, в Англии, скажем так, ну, там действующих команд, наверное, ну, можно считать сейчас 5-6, да, там, скажем, команды делятся на два вида. Одни команды — это студенческие, то есть те ребята, которые приехали на несколько лет туда учиться, а второй, скажем так, тип команд — это люди, которые уже осели там, которые уже, может быть, там, 7-8-10 лет уже там живут, работают, то есть они по возрасту там от 30 лет и выше, да, то есть для них КВН это больше там скорее хобби, но вот, скажем, вот эти команды, там я знаю такую команду, к нам приезжали из Лондона, есть в Литсе такая команда, это на 95% состоит из бывших выходцев из Латвии именно, да, то есть это Рига, Даугавпилс и Саласпилс. Я просто знаком с этими ребятами, они когда-то там играли здесь, в Латвии, а сейчас они там тоже пытаются играть в Англии. А как они играют в Англии, то есть вот как они могут выступать перед... Перед кем, собственно? Ну, там на самом деле достаточно, ну, русскоязычная община, она достаточно такая консолидирована, то есть получается, что у них свои сайты, свои группы в Фейсбуке, свои, то есть по большому счету в основном это разносится такое сарафанное радио, да, и, ну, скажем, зал порядка, просто мы вот делали мероприятие, концерт 3-го, 3-го апреля делали концерт команд КВН Лондоне как раз, и порядка 500 человек, ну, наших бывших пришло, посмотрело и очень довольны остались. А вот команду, скажем, Англии, Германии, на чем они шутят, над местными реалиями или все-таки над российскими, ну, или бывшими советскими? Ну, естественно, там очень много местного материала, в Германии вообще такая тенденция, что команды очень много на немецком языке шутят, вот я Пашу как раз в этом году мы первый раз наших редакторов привезли в Германию, посмотрите, там, ну, своя специфика есть. То есть, то есть, создать какие-то непонятные немецкие слова. Да, да, то есть, меня приглашали несколько раз туда в жюри, и я немецким языком владею очень-очень слабо. И слова листаешь медленно. Да, и получилось так, что я попал на одну игру, где вот из пяти команд у четырех примерно половина юмора был такой какой-то микс русско-немецкий. Еще нужно понять, чем юмор, да? Да, ну, я, у меня в конце игры попросили сказать какие-то слова, я говорю, ну, спасибо, конечно, большое, что пригласили, ну, я оценивал, слышу, зал смеется, значит, наверное, наверное, смешно, да, потому что там очень много. У нас, допустим, в Латвии, скажем, довольно мало все-таки каких-то латышских слов, именно на латышском языке, да, то есть, у нас все-таки русский язык составляет процентов, опять же, 90, наверное, 95 того, что происходит на сцене, а там есть команды, которые прям педалируют именно эту тему. То есть, там надо, по идее, с субтитрами показывать? Ну, в принципе, да, да, учитывая, что, скажем, сейчас они будут не столько в своем соку вариться, а играть с нашими командами, то надо как-то их переучивать, наверное, все-таки. Я, в Шепоте, очень давно показывали КВН Израиля, и там были субтитры, поскольку много было непонятно, о чем они, конечно, какие-то свои термины используют, вроде все по-русски, но вставляют какие-то термины местные, и там без субтитров не обойтись было. Нет, это есть, это, естественно, местная специфика очень, ну, там, наверное, гораздо более сильно, чем у нас все-таки она присутствует, да? Ну, очевидно, здесь и должны пригодиться как раз-таки редакторы, которые помогут отобрать тот материал, который будет понятен. А вот в чем, вот если заглянуть за кулисы КВН, вот в чем эта подводная часть айсберга заключается, то есть мы видим-то конечный продукт, уже отшлифованный, отполированный, отрепетированный. Вот, может быть, вы расскажете о том, как происходит все это, как пишутся эти тексты, как... Да, и кто, наконец, сидит и придумывает эти шутки? Ой, вообще, команды, команды сами работают, если мы говорим о задачах редакторов, это просто люди, которые, знаете, как такой небольшой фильтр от сцены команд выступающих к зрителю. То есть правильно рассказать, поскольку много европейских команд, рассказать, что, допустим, команда из Англии, вы шутите через себя, интересно, что вы именно из Англии, в отличие от нас, Саши и там модель из остальных команд, вот это настроить, так сказать, фильтр правильного юмора, есть КВН, у него некоторые есть каноны. А шутки пишут, ну, у нас в команде все пишут шутки, допустим, в одесских мансах, мы все писали, все работы, у кого-то больше получалось, у кого-то меньше. Это очень долгий, изнурительный процесс, когда люди не смеются с очень, как у нас сейчас лицами такими серьезными, сидят, говорят шутки, которые потом радуют зрителя, а так у тебя просто реакция, да, смешно? И это очень неблагодарный такой процесс в итоге, но эмоции зрителя не купишь, это самое дорогое, что есть для КВН, я думаю. Ну, а литературное, с точки зрения литературы, вот не обидно ли, что тот материал, который появляется в результате, написанный на бумаге, где он потом остается? То есть, в принципе, шутка прозвучавшая, она где-то остается только на видео или какие-то все-таки эти шутки могут дальше облести свою жизнь? Нет, они уже с развитием интернета начинают продвигаться дальше, демотиваторы, мы замечали наши старые шутки, просто уже картинка, и под ней пишется наша шутка, то есть шутки, которые мы уже забыли даже когда-то, они появляются в интернете, это уже интереснее. Да, это имеет, допустим, КВН – это средняя шутка, и с помощью картинки становится интереснее. То есть надо отдать должное еще и кудесникам с интернета, они тоже иногда могут, есть талантливые люди. Но вообще, самое главное, чтобы шутка осталась в памяти и осталась, так сказать, на языке, когда ты можешь, когда тебе эту шутку рассказывают твои же знакомые, это очень приятно. А ты слышал крутая шутка, вот я где-то слышал и рассказывают, а это твоя, это очень приятно. Вам не обидно, что теперь многие так называемые анекдоты, то, что раньше непонятно, кто сочинял, теперь понятно, они почти все, очень многие, по крайней мере, процентов там 80-90, они все с КВН, но под видом анекдотов они расходятся через интернет, через все по миру. Обидно, а что делать? Такая у нас жизнь. Обидно с этого не зарабатывать. Откровенно говоря, да. Нет, ну так вот еще, юмор должен, он же из уст в уста, правильно, из уха в ухо, он должен так переходить, правильно? Теряется автор, конечно, со временем мы забудем, кто там, какая была команда одесские мансы, пройдет время, мы уже там забываем команды, которые играли в начале, одесских джентльменов там уже. Ну, в том числе, с этими белыми шарфиками. Ну, вот этих людей, да. Кто видел, то тут не забудет. Сколько их было на сцене, вот вам вопрос. Здравствуйте. Ну, вот. Я просто забываю, да, забываются шутки, потом шутка остается, а автор стесывается, скажем так, да. Но это же неплохо, его же творчество осталось. А вот этих белых шарфиков-то, они живут еще на Украине или они, скажем, уже уехали кто-куда? Нет, они, многие разъехались по всему миру, а есть ребята, ну, как ребята, которые догадятся нам в отцы, которые и собрали, собственно говоря, нашу команду. Это Дмитрий Яковлевич Шпинарев, он собрал нашу команду когда-то и был духовным наставником. Откоренно говоря, джентльмены многое сделали для команды одесские мансы. То есть и помощь была, и в играх в Москве, там много нас поддерживали, там есть много авторов, сценаристов из джентльменов, там в Москве живут, поддерживали постоянно. Это было очень приятно. Знаете, это было странное чувство, когда сквозь поколение, сквозь там, ну, откровенно говоря, 21 год с их чемпионства, просто с тобой на ты люди, которые ты вот, шарфики, когда-то с тобой легенды, легенды с тобой, руку жмут, это прям, это, конечно. А вот мне кажется, что им было легче шутить в то время перестроечное, чем сейчас. Вы знаете. Темы, идеи, все-таки. Ну, там даже буквально ты палец показал, то есть там все понимали, что вот сейчас что-то будет. Ну, скажи там, партия дай порулить и все там. Знаете, очень тяжелый вопрос. Конечно, если бы у них был такой юмор, как палец показать, то да, это очень странная ситуация, когда КВН возобновился и очень литературная команда выиграла и была популярной. Это очень странный для меня факт. Вот я просто очень там смотрю часто старый КВН. Для меня странно, почему вот сейчас команды пляшут и скачут, а тогда встали и могут 5 минут текстом шутить, литературными шутками, и все в овации, и все смешно. Не думаю, что им было легче. Первопроходцам всегда тяжело. После такой паузы всегда тяжело. Но и нам нелегко было, скажу вам. Потому что вы видите здесь, да, человек, который выглядит на 38, а мне 25. Поэтому видите, не тяжело. Кто с вами с елковой. Да, да. А вот скажите, вот вы уже обронили вот собрать команду. Что значит собрать команду? То есть вот, казалось бы, есть группа людей, которые хотят играть в КВН. Что здесь такого? Почему должен происходить какой-то отбор или какая-то притирка людей друг к другу? Ну как, нас собрали просто, это были молодые ребята, которые сами когда-то собирали с разных институтов, университетов. И так по отдельности не добившиеся ничего существенного. Дмитрий Яковлевич собрал, ну как Дмитрий Яковлевич, там одесские КВНчики, тоже более молодое поколение. И наставляли, как правильно поступать. Мы тогда поехали первый раз в Краснодарскую лигу, начали играть, потому что играли только на территории Украины тогда. И выходили больше, мы начали работать с авторами. Да. Со временем, да. Которые сейчас наши редакторы, старшие товарищи. Да, нет, давай понимаете, какая ситуация. Было две команды с амбициями молодые, которые друг друга соперничают. И сказать, их объединить очень тяжело. Вы понимаете, юношеский максимализм, он иногда побеждает здравый смысл. Посоветовавшись, ну через где-то через... Где-то через... Не хочу, да. Да, через не хочу, чуть-чуть сказали, поддержали, поверьте. Мы же тоже не верили, что одесский говор это смешно. Мы же не верили в это все, что рыба это смешно, чем рыба смешнее. Хорошие вещи должны звучать мягко. Рыба. Все это должно... Прямо, ну, не верили в это. А нам говорили, поверьте, это Одесса, это ностальгия. Это что-то в этом есть. На фоне ликвидации, мешки и пончик. Это все у людей где-то внутри щекочет и вот выйдет когда-нибудь. И когда мы после первого сезона попали в высшую лигу, конечно, мы низкий поклон тем людям, которые нас, откровенно говоря, уговаривали так делать, но так это сработало. Мы заставили. Да, заставили нас, да. А все-таки существует одесский язык? Да. Да. Это не выдумки Бабеля, он существует. Существует. Его становится меньше, к сожалению, но если вы захотите подорговаться, тогда вы услышите, насколько он красив. Кстати, по-моему, так скажешь, как будто вы знаете одесский язык, если честно. А что, и действительно можно его услышать? Да, я вам скажу честно, что иногда таксисты в Одессе пользуются этим. Но на самом деле можно. Конечно, во двориках пожилые люди. Исчезает. Конечно, исчезает молодежь, интернет, все это исчезает. Но где-то проскальзывает говор, где-то проскальзывает выражение, где-то, знаете, не искоренишь до конца все. Оно, конечно, сотрется, к сожалению, со временем. Но одесские дворики, как вы видите в фильмах, до сих пор живут. До сих пор развешивают белье, до сих пор люди не закрывают дверь даже перед соседями. Это все есть, это правда. Приезжайте в Одессу. Как дальше складывается судьба редакторов? То есть понятно, что вы работаете в КВН, помогаете командам. Но вот что дальше? Какие планы строите? То есть вы можете сами начинать писать сценарии, может быть, каких-то фильмов, сериалов, выпускать книги, статьи? Это абсолютно параллельные процессы. То есть сценаристы, авторы, это отдельно, ну, как бы параллельно с редактированием. Просто редактировать может, ну, многие могут, наверное, многие там, это должны делать командующие, которые играли в высшей лиге, чтобы понимать, о чем говорить. И нужно, чтобы люди были терпеливые, очень общительные с молодежью. Но это, прежде всего, нужно желание, конечно. Потому что вы же понимаете, что молодежи надо не один раз сказать. Это как в школе. Ты говоришь, 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 а потом раз практика. Это игра. То есть тут так же терпение нужно, не знаю. Ну, то есть авторы и сценаристы, это фактически параллельная работа с редактурой. Просто, так сказать, там ты работаешь, и тебя редактируют. А тут везде же редактируют. Это нормально. А подчищать все, делать это нормально. Может быть, какое-то несогласие авторов здесь с всеми редакторами. Они там отстаивают, говорят, что вот нет, это будет смешно, вы ничего не понимаете. Мы главные. Не, ну, откровенно говоря, мы ответственны перед зрителем, правильно? Зритель пришел, ну, грубо говоря, он в ничем не виноват. Поэтому мы стараемся лояльно, где-то подход нужен психологически, пообщаться с командой, объяснить. Главное, чтобы не было просто, знаете, нет, не смешно, все, у вас не смешно. Это можно все же, во всем присутствует логика. Это не смешно, потому что вот так, извините, про это шутить вам нельзя, вы еще молоды. Вот так все это логично. А есть ли какая-то вот ситуация, когда в одной ситуации, ну, вот в одних условиях, вот, скажем, в одной лиге это будет смешно, на другом уровне это не будет смешно? Абсолютно. Я говорю, да, это да. Абсолютно верно. Или, скажем, с этими людьми будет смешно, а с этими нет. Может, там же что-то можно выдвинуться, а не там интонации, движения. В зависимости от того, да, кто эту шутку, естественно, говорит. Во-первых, разные стадии. Есть фестиваль, позволяет себе делать большие танцевальные номера, петь, потому что нужно посмотреть, красивая команда, красивая девушка танцует. А в игре нужно тебе больше юмора, ну, это уже внутренние штучки. Больше юмора в единицу времени. Да, в единицу времени, скажем так, да. Поэтому ты уже не можешь себе позволить потерять, там, минуту 40 на танец. Ну, такие внутренние штучки. Но на самом деле очень сильно отличается, я хотел сказать, вот юмор в каждой стране, даже в каждом городе, даже в каждом регионе. Где-то что-то можно сказать, где-то нет. Не в плане цензуры, а в плане того, как воспримут люди. Например, ну, я думаю, что не очень будет смешно пошутить в Риге, там, что гречка подорожала. А у нас это будет смешно, потому что гречка подорожала. У нас-то, может, могут и не понять. Да. И не смеяться. А у нас поймут и заплачут. Мы сделаем небольшую паузу. Новости и рекламу, после чего вернемся в студию. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Продолжается программа «Переплет». Сегодня у нас «Переплет» необычный. Мы говорим все больше про юмор. Устный, скорее, чем написанный. У нас сегодня в гостях Александр Сулимов, директор Лиги Рига, и Павел Демченко и Александр Гелюх, представляющие… Редакторы. Редакторы. Да, да. Редакторы. Что вообще в ближайшие, какие будут выступления, какие будут соревнования, что могут посмотреть рижане? Может, Александр, расскажете? Да. Ближайшие мероприятия у нас уже очень-очень скоро. Причем рижане смогут посмотреть 27 апреля, это в понедельник, отборочная игра, 1-8 финала чемпионата Европы, пройдет в Доме Москвы, здесь, в Риге. А 26 апреля нас увидят не рижане, нас увидят жители Венспилса. То есть, если раньше мы игры проводили только в Риге, то вот у нас нынешний сезон, он стартовал уже сразу с таких интересных нововведений. У нас одно мероприятие прошло в Риге, второе в Гамбурге, сейчас третье будет в Венспилсе, и вот опять Рига. Дальше география еще интереснее, в мае будет Олимпийская игра в Греции, в Солониках, потом летом будет перерыв, а осенью тоже там запланированы достаточно интересные истории, то есть традиционный уже кубок мэра Риги будет, будет кубок Венспилса, будет кубок Даугавпилса и будет кубок Лондона в сентябре. То есть у нас очень-очень будет плотно, очень насыщенно и дальше уже тоже полуфиналы пройдут в Германии, в конце октября запланировано Карлс Руя и Дюссельдорф, два города. Финал пройдет в Риге, а потом еще зимний кубок пройдет у нас в Берлине. То есть у нас очень много мероприятий, ну и очень много команд, потому что если обычно в сезоне Лиги Рига участвовало там от 12 до 16 команд, то сейчас у нас уже вот в первых двух мероприятиях в Риге и в Гамбурге вместе приняло участие 32 команды. И это еще не все, потому что кто-то вот из, скажем так, из южных стран, кто-то доберется в Грецию, там появятся еще новые команды. То есть я думаю, что общее число команд в сезоне будет порядка 45-50. А сколько среднее количество участников одной команды? Может, там два человека? Да, на самом деле очень по-разному. И у нас вот как раз в этих мероприятиях будет два пограничных состояния. То есть у нас приедет команда, вот уже, наверное, приехал сегодня должен, лобстер от смеха из города Таллинн. Там играет один человек. Моно-команда, более того, он в этом составе в прошлом году, не, в позапрошлом, стал чемпионом западноевропейской линии. Вот. А вторая грань, это у нас принимает участие в чемпионате команда КВН из Ринужской средней школы, из Риги, РЖУ. Вот в этой команде, если мне не изменяет память, по-моему, 26 или 28 человек. То есть, к сожалению, они у нас играют в разные дни, но было бы интересно посмотреть. Вообще-то это хорошо, это как в старых традициях, когда будет там целые хоры, оркестры, сопровожденные команды. Нет, они, скажем так, они и пользуются, и один, и другие пользуются вот этим своим, своей необычностью. То есть у одного юмор, естественно, позволяет обыгрывать какие-то вещи то, что он один, и от этого смешнее становится. А у ребят наоборот. То есть они даже миниатюры играют, там где-то должны играть эти миниатюры два человека, они их играют там 20 человек. От этого, ну, то есть становится тоже забавно. А может, мы по обыкновениям уже разыграем билеты на ближайшее выступление? Ну, не знаю, стоит ли разыгрывать на Венспилс. На Ригу ближайшее. На Ригу, да, на Ригу, вот на 27-е. Кстати, у меня вопрос. А вот те, кто, скажем, не сможет доехать до Германии, там до Ганновера или куда-нибудь до Лихтенштейна, они вот где-то, ну, снимается ли это видео, где-то можно ли увидеть какие-то хотя бы фрагментами выступления? В Германии мы вообще снимаем, в Риге тоже, кстати, Микс ТВ снимает, поэтому и онлайны есть, и в доступе, мне кажется, там, ну, многие наши мероприятия. Давайте задать вопрос нашим радиослушателям, ответив на который, и вы, по вашему мнению, правильно или смешно могли бы получить билеты. Ну, давайте. Какое? Ну, как всегда, спросим в разных городах постсоветского пространства, да, и вообще в Европе, спрашиваем, нам интересно. А, да, вот, если бы вы думали спросить, что такое романсы, ну, мы-то знаем, что вы не ответите. Я даже не знаю, что такое. Да, надо просто, вот, есть такой популярный вопрос, который нас спрашивают, где бы мы ни были. Ну, да, преследуют нас вообще. И ни разу мы смешно не можем дать ответ. Помогите нам, Рижане. Почем в Одессе рубероид? Это вопрос. Вопрос. Да, это вопрос, случайно. По вашему смешнее всего, получит билеты. Да. Двоните нам, пожалуйста. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Почем сегодня рубероид? Почем в Одессе? Почем в Одессе, в Одессе. Сегодня недорого, а в Одессе, в Одессе. Причем можем, да, и билеты в Венспилс, если кто-то может звонить из Венспилса и из Риги пригласить. А почему это вас спрашивает такой вопрос? Я не знаю, это просто уже традиционно. Это из литературного произведения, если я не ошибаюсь, Бабеля. И был такой вот вопрос какой-то, на который не было ответ... Ну, не было... Это такой вопрос, типа, ну, отойдите. Еще ли при Бабеле был рубероид уже? Ну, я имею в виду, что это такая сноска какая-то у университетов. Там был другой вопрос, просто заменили на слово рубероид, потому что смешно звучит. Там было означающее «отойдите, не трогайте меня». А, понятно, да. 6-7-212-93-9 и 6-7-213-93-9. Если у вас есть версия ответа на этот вопрос, пожалуйста, дозванивайтесь, и вы получите два билета на выступление 27 апреля в 19 часов. Игра КВН в Риге. Ну, а пока наши слушатели чешут затылки... Думаю, это можно. Пока ищут что-то другого. Давайте. 30 секунд. Давайте продолжим. Ну, вот какие еще нововведения в этом году? Может быть, какие-то новые имена интересные? Кто-то в жюри появится знаковый? Или кто-то уйдет? Ну, в жюри такая штука, что, как правило, да, кто-то приходит, кто-то уходит. Саша, мне кажется, это намек от наших ведущих просто. Может быть, два места у нас есть, да. Да, вот так уже бывал. Бывал, да. Можем, пользуясь случаем, пригласить как раз на 27 число. Если вы смешно отведите на вопрос, почему здесь рубероид, вы получите. Думайте. Опять же, надо сказать, что мы даже на нашей страничке на Фейсбуке, это Фейсбук Лига Рига КВН, у нас страничка. Мы устроили как раз конкурс для наших друзей и для друзей-друзей. Он называется «Посади своего друга в жюри КВН». То есть мы разыгрываем место в жюри как раз на 27 число. И кого-то из людей, кто… ну, случайным образом мы это выберем, и абсолютно случайный человек будет одним из членов жюри 27 числа. То есть такой из народа, да, кто-то? Да. Пока выигрывает Саша, конечно, по голосованию, но… Потому что мы однажды, действительно, мы однажды делали такой конкурс, и это было очень-очень забавно, потому что действительно выбрали случайно, и пришла девушка, прям блондинка-блондинка. Вот. И очень это было весело. А это был кубок мэра Риги в сентябре? Это был кубок мэра Риги. То есть она сидела рядом с нашим мэром. И оценивала команду наравне с ним. Потом показывала фотки и говорила, видите? Вот так. Да, я помню. Было такое, да. Постоянно ведущий Стас Давыдов, который начинал… Да, он начинал как раз… Какой был? 105-й кабинет? 109-й кабинет, да. И он там является двукратным чемпионом тогда ещё Латвии, и в объединённых сезонах уже в чемпионате Европы он играл. И сейчас, да, наверное, что касается интернета русскоязычного, это действительно один из самых, наверное, популярных жителей Латвии. Да, да, тут к нам как-то в студию приходил, и нас сломали видеочат фанаты. А как сложилась судьба остальных участников команды 109-й кабинет? Ой, там, скажем так, всё по-разному. Они сломали вам видеочат. Многие ребята уехали, многие уже, скажем так, кто-то живёт как раз в Германии, кто-то, если не изменяет память, в Голландии, в Англии, кто-то. Вот у нас Стасик Бон был фронтмен, была Юля у них, Батальева, которая фронтвумен команда. Они вместе со Стасом у нас ведут сейчас игры молодёжной лиги. То есть она осталась в обойме. КВН такая штука, которая не отпускает. А никто нам проруберует? Вот пока вы смотили вопрос про руберует. Я хочу спросить вас как редактора. В последнее время в социальных сетях появились какие-то, буквально вот на этой неделе, пошли какие-то нападки на КВН. У меня есть в виду, конечно, КВН телевизионный, который показывается, что, значит, их обвиняют в каком-то пропагантизме каком-то, ну, если так мягко сказать. Пишут, что шутки идеологически выдержаны, зубодоробительные. Про мистрали Ангелу Меркель. И даже приводят такую шутку с телевизионного КВН. На днях прошла встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Франции Франсуа Оланда. Победу нокаутом в четвертом раунде одержал наш соотечественник. Вот эти вот действительно, насчет шуток политических. Ну, видимо, вот в этой шутке что-то мы не знаем. Может, есть какая-то информация. Везде в шутках высшей лиги, в примере лиги должен быть повод. То есть это важная штука. Видимо, есть какой-то повод. Может быть, они оба боксом занимались. Поэтому такая шутка. Мы не знаем. Но вообще, ну, шутят в КВН на злобу дня. Какая проблема важна, какая тревожит, но то и пытаются лаконично шутить. Поэтому здесь... Ну, вот команда из Крыма там не принимает участие. У нас в прошлом году принимала участие команда из Крыма. Более того, выиграла в прошлом году. Да, она приезжала в КВН Рига, да. И очень-очень интересная там команда со своим лицом. Ну, не знаю, понятно, что они как-то шутили через свою призму, да. И это от них... Это и хотят слышать, как бы, да. Но при всем при этом у нас играла команда из Крыма. Один редактор у нас из России. И четыре редактора из Украины. Ну, все было хорошо. В Европе победила команда из Крыма. В Европе победила команда из Крыма, да. При том, что большая часть редакторов у нас из Крыма. А какие-то такой вопрос. А команды из Украины, они входят еще в высшую лигу? В смысле общую? Сейчас нет. Нет никакого раскола? Сейчас нет, но вот сейчас нет, потому что есть аналог. Мы говорили с вами. А вообще, вот я, допустим, в КВН играют, продолжают. Вот и в Западной Европейской лиге есть команда из Полтавы. Поэтому проблемы... Возможно, к нам они... До Риги тоже ребят. До нас есть звонок пока. Может, кто-нибудь знает ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Ну, вот только вот на ум пришло, если вы судить не будете. У меня родилось четверостишье даже. О-о-о. Это заявка. А как вас зовут, чтобы мы записали сразу? Меня зовут Жора. Жора. Здравствуйте. Как давно вы здесь, Жора? Здравствуйте. Как давно где? В Европе. Мы слушаем вас, говорите. Если вы готовы, да. Почем в Одессе рубероид, об этом знает только Сонька. Ведь рубероид, как в бутерброд, лихой наживой спрятать можно. Так, так, так. Мы замолчали. Тут, кстати, в видеочате появилась версия, значит, «А чью дачу строим?» Вот. И вы хорошо сказали, кстати, эту правду. Так, еще? Нет, пока больше нету, смотрю звонков. А вот раньше была такая объединяющая тема для шуток, это как телевизионная реклама. Да. Потому что она была везде общая. А сейчас, как я понимаю, что в разных странах реклама своя и пропала какая-то вот тема. Ну, причина... Судят еще про рекламу. Причина просто в другом немножко. Это просто сейчас, знаете, как начали немножко... То есть это авторское право скорее. Поэтому пропала реклама, пропали там видео, какие-то конкурсы. А использование каких-то брендов, да? Да, использование прямого, да. То есть, если, например, вы видели на первом канале, там никогда не будет... Ну, там меняют буквы в названии, то есть логотип, он немножко видоизменен. Как в Одессе, шмадидас пишут просто, чтобы не было четкого... Так просто сохраняют бренды. То есть здесь получается, что авторское право, ну, не дает... Ну, отсекает какую-то часть такого шуток, юбор, на эту тему. Да, раньше, может быть, это менее строго контролировали, да? А сейчас это более, скажем так... Точно так же использование песен, я понимаю, что это кино. То есть здесь авторские тоже права, то есть всегда... Нужно менять, да. Да, нужно переписывать фонограммы, конечно, да. Там есть свои, конечно. Ну, это понятно, потому что телевидение, это понятно, что есть... Конечно, я думаю, что каждый хочет наживиться в каком-то степени, поэтому... Ну, это нормально, бренд свой, надо защищать. Есть еще у нас... Есть еще звонок. Алло. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Почел мне в Одессе рубероид. Да хоть и сегодня, а то завтра будет как в жмеханке. Вот. Ой, да, ну, я запишу как в жмеханке, вот мы попросим автора этой шутки. Если наши гости сочтут победителем его. Мы подумаем. Да. Вы говорите национальность сразу, чтобы вы понимали, чтобы кто выиграл. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, пожалуйста. Да, можете выиграть билет на КВН, вот если ответите на вопрос. О чем в Одессе рубероид? Рубероид. У нас еще осталось буквально 5 минут для разговора. Ну, а вот будущее... А, давайте все-таки еще примем. Давайте. Алло. Да, представьтесь сначала, пожалуйста. Да, добрый день, Елена. Почему в Одессе рубероид? Рубероид из Одессы уже уехал. В Одессе теперь только жесть. О, как грустно. Конечно. Но если рассматривать рубероид как фамилия какого-то еврея, то это нормально звучит. И жесть тоже фамилия еврея. Ну, еврейская фамилия может быть из-за всего, конечно. Да, да. Вот это есть такая старая штука, что любое слово может быть еврейской фамилией. Фамилия еврея, это правда. Ну, вот КВН, это для вас, например, это какая-то ступенька к дальнейшей жизни. Или это то, с чем связана будет жизнь навсегда. То есть, ну, для большинства игроков. Мы знаем, что очень многие после КВН открывают свои какие-то юмористические шоу, пытаются на себя проявить. Да, вот все телевидение полно бывших КВН-щиков. Да, то есть, практически получается, что это стартовая площадка для всех юмористов. Без этого никуда. Да, это такая школа юмора, где тебя правильно учат, как шутить и воспринимать юмор. Наша работа сейчас связана тоже в основном с юмором. Мы работаем на разных телепередачах, прописываем шутки. Но КВН, это как осталось, уже частью жизни стало. И поэтому от него уже отказаться, я думаю, что невозможно. Ну, как? Звонок? Да, 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 у нас звонок. Представьтесь, Виталий. Почем в Одессе Рубероид? Зачем в Рубероид? Возьмите мне черепицу. Вот. И оставляйте свой номер телефона. Вы просто говорили о КВНе. Вот я вам скажу просто такой маленький пример, что мы бы с вами не были знакомы, если бы не КВН, правда ведь? Видите, какая-то такая связь, паутина, которая где-то... Вот я бы в Риге не был бы никогда, в Юрмала бы не видел. Ну, это просто такая... Также параллельно с жизнью идет вот такая паутина, которая в один момент и засосала в жизнь, и все, и ты не можешь что сделать. А, кстати, вот местная команда в Рижске у нас какие? Только готы или еще есть какая-то? Ну, скажем так... Есть женская команда в этом году появилась, Рижаночка. Да, в этом году есть женская команда. Девчачья, я бы даже сказал, скорее. Под названием Рижаночки. А, в Риге, к сожалению, 27-го вы ее не видите, ее зато увидят зрители Венсколса 26-го. Апреля, ну, на следующих мероприятиях в Риге вы увидите. На мой взгляд, достаточно забавная. Может быть, и когда-нибудь достигнут тех высот, а может, и переплюнут команду Квадриджские готы. Две команды было на фестивале Западно-Орпейской лиги. Коренные гости, кстати, Венспилс Рига. Венспилс Рига, да, сборная. И столица, молодая команда, там прям молодые ребята со школы, очень интересные. И вы их увидите в Риге, кстати, они 27-го. Очень интересная молодежь и правильный юмор. То есть, очень хорошо, что за последние пару лет появились действительно новые ребята, которые, несмотря на юный свой возраст, уже очень толковые, очень хорошо впитывают редакторские советы. И, ну, скажем так, молодцы. У нас еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут и ваша версия? Добрый день, меня зовут Лариса, моя версия. Выбирает, так и продан. Остался славянский шкаф. Вот. Это шпионская версия. Да. Хотелось бы, конечно, узнать, знаете, как понимают, если бы мы знали, что это наш человек, просто вы представляете, говорите женскую фамилию матери, просто чтобы было понятно. Да, просто девичью, да, девичью, да, девичью, да, милю мать. Да, будет понятно, что. В принципе, нам уже надо будет, наверное, подводить итоги. У нас дозвонилось пять человек. Погласите вещь писать. Ну, если считать, то... А, в видеочате еще появилось. Значит, нет, здесь просто вопрос. Спасибо за акцент, мы так и не умеем. Чью дачу строим, значит, в видеочате? Жора с четверостишьем. Прожмеринку. Второй был звонок. Елена. Ну, вот такая грустная версия, что стало столько жесть. Четвертый Виталий. Возьмите чили-пиццу. Ну, и Лариса со славянским шкафом. Я не знаю. Как вам, коллеги? Кому отдаем два билета? Мне понравилось, кому строим, на самом деле. Кому строим, да. Ты первая была такая. Да, давайте. Пожалуйста. Это из видеочата? Из видеочата. Тогда мы попросим позвонить того-то человека, который написал нам в видеочате. Позвонить по телефону 67 00 10 27. 67 00 10 27 нашему офис-менеджеру. И оставить свои координаты. Тогда мы с вами свяжемся. Да. Ну, и еще раз всех пригласим, наверное, на игры. Кто сможет приезжать в Венспилс 26 апреля в 17 часов или... Кстати, да, мы организуем даже выезд болельщиков. Отсюда? В Венспилс из Риги, да. И, скажем так, мы набрали уже один автобус, и сейчас заканчиваем набор во второй автобус. А куда нужно обращаться, чтобы... Что же стоит местный автобус? 15 евро стоит полностью вся поездка. Это и дорога, и погулять по Венспилсу несколько часов, и сходить на КВН, посидеть в ВИП-секторе. Мы обещаем хорошие... Обратно, обратно. Не, обратно. Нет, автобус привез, ждет, пока закончится КВН, всех собирает обратно и везет в Ригу. И, что немаловажно, там игра в 5 вечера, то есть люди в Риге вечером будут уже в районе 10 часов вечера. То есть, чтобы нормально лечь спать, нормально в понедельник пойти. Обратно автобус будет стоить 25. Да. Вот, нет, все можно на сайте LigaRiga.com, это наш сайт, либо на нашей страничке в Фейсбуке LigaRiga.com, полностью подробно вся информация есть и об играх, и вот об этой, в частности, поездке, и все можно узнать. И 26 апреля Венспилс, 27 апреля Рига, приходите, не пожалеете. Далее везде. Спасибо огромное, Александр Сулимов, Павел Демченко и Александр Гелев были у нас сегодня в гостях. Чтобы они были здоровы.